Всем привет, с вами Варен и мы продолжаем Катару Солдже. У нас уже вот что появилось. Так, продолжить. Мы остановились... Да, мы здесь остановились. А, да, точно. Нас позвала Миша Сидзуна поиграть в игру Риск. Блин, почему я должен там участвовать и играть? Это нехорошо. У меня пизда. Я отвечаю на пизда. Я не хочу играть с ними в этот ёбнутый игрок. Ладно. В центре стоит большой стол, окруженный стульями. А чуть в стороне стол поменьше, который, как я помню, а как я понимаю, принадлежит Сидзуне. Еще несколько парц с стульями стоят вдоль стены. Вероятно, просто на всякий случай. Кроме этой мебели, комнате практически нечем похвастаться. Пара шкафов и полок, набитых старыми школьными документами и папками. Вот, в общем-то и все. Какое мрачное помещение. Могли бы хоть что-нибудь вроде горшочек отцветаем поставить, но больше всего бросается бы за то, что мы здесь одни. Ну, слишком рано? Нет. Сука, пока. Что значит нет? Сегодня, кроме нас, больше никто не придет. Так точно. Война! Сман, где я подставили? Пр refreshing меня успевала спросить, почему так получилось. Сидзуно очень энергичных опыт вашей La В это время Сидзун достает из шкафа нечто напоминающее настольную игру и бросает на стол. Выглядит игра, пожалуй, довольно интересно. Лишь начинать с несвойственной ей медлительности путанно объяснять основные правила, но Сидзун не вытерпит вмешать, вмешивается резким взмахом руки, провозглашая начало игры. Агрессивный настрой Сидзуна передаётся и мне. Я наконец-то проникся духом соперничества, которое не было, и Фомини, когда я соглашался на участие... Сука, всё, меня съеб... Аааа, почему... Сразу от двух таких щелчков умер, сразу же без сила. Ай, призана. Агрессивный настрой Сидзуна передаётся и мне. Я наконец-то проникся духом соперничества, которое не было и Фомини, когда я соглашался на участие в игре. Ооо... Посреди игры, в то время как я пытался продумать защиту от атак, сразу же на два фронта, Сидзуна нарушает ход моих мыслей, пытаясь привлечь моё внимание, постукивая пальцем от края стола. Ситян. Ситян хочет заметить, что ты слишком долго думаешь над своими ходами. Ещё Ситян говорит, что оставит тебе австралия, если ты согласишься вступить в совет. Я думал, ты просто игра, безо всякого подтекста. Факт того, что она трясёт этим предложением у меня перед носом, означает, что она догадалась о моём желании выиграть. И всё равно нет. Ситян освещает твоим боевым духом и обещает быть великодушным диктатором, который пощадит твой народ, если ты согласишься вступить в совет. Ааа, заебалит. Где ты ещё там, заимпал, смеяться. Ха-ха-ха-ха. Подождите, толстая. Большая заболоская. Аааа... заебалил меня, блин, зачем мне тащить совет? Ты слишком азартная Сидзуна. Кажется, она воспринимает это как комплимент. Не ожидал, что председатель школьных советов будет более благожелательным. Благожелательным? А хоть она не знает, что означает это слово или как оно показывается жестами, поэтому берет лист бумаги и пишет его для Сидзуна, которая в ответ показывает несколько жестов. Миша прижимает указательный палец к виску, условно пытаясь спечатать это слово в свою память. В внезапном Сидзуна раздражается потоком жестов. Миша выглядит ошамовленно в той скорости, с которой Сидзуна жестикулирует. Ах, пожалуйста, помедленный Ситян. Китян, Ситян говорит, что ты проиграешь. Скажи ей, что я разрушу ее империю своим восстанием. А, хорошо. О, блядь, думаешь ты? Ее глаза сверкают детским азартом. Ну, блядь. Она говорит, что если ты продолжишь так играть, то у тебя нет шансов ни единого. Да, в оборону. Не знаю. Похоже, она хочет спровоцировать меня. Откинув взгляд на доску, я убеждаю, что моя защита весьма неплоха. И я не собираюсь срушать ее необдуманными подступками. Но через несколько доль я все равно проигрываю. Сидзуна поправляет очки, празднуя победу торжествующим взмахом в воздухе кулачком. Хе-хе-хе-хе, Хитя, ты проиграл еще тогда, когда позволил мне захватить Северную Америку. В смысле, Хитяна, а не мне. Получать контроль на Северную Америку очень рискованно. Ведь хоть она и обеспечивает пять дополнительных армий, ее можно отоклать с трех сторон и приходится с изготачиваться на защите. Не думал, что ты такой нерешительный. Какое разочарование. Амбиции, Хитяна, тебе нужно играть более уверенно. Амбиции, амбиции. Я тебе поамбиться потом. Игра стала интереснее, когда ты захватил Северную Америку. Но получив небольшое преимущество, ты ушел в оборону. Это плохо, Хитяна. Ты недостаточно рисковал, а если и рисковал, то не доводил дело до конца. Это ужасно, Хитяна. Блин, какое ей дело до того, что я слишком осторожничал. Не обязательно бросать мне это в лицо. Я начал... Блять, мышь как бы... Я начал заниматься, что тебе будет польза школьному совету. Спасибо. Это что, ревестивная психология? В таком случае мне не нужно беспокоиться о ступрегии. Вы же сдаешься? Я жду от тебя большего. Неужели Сидзуна нравится меня? Пытайся заманить совет. Я не хочу сступать туда сейчас. Ведь я в школе только второй день. Поспешным решением нет смысла. Я еще даже не взгляну на остальные игрушки. Да и эти двое какие-то странные. Ладно, может быть, я подумаю о столплении. Но сперва взгляну на другие игрушки. Правда, Хитяна? Ты сказал это не для того, чтобы не огорчать нас? Нет, нет. Просто я еще сам не решил. Что хочу этого? Что хочу этого? Вот он как... Чего-то грустнее. Ну ладно. Ладно, Хитяна. Но мы не собираемся сдаваться так просто. Ты сказала, может быть, значит еще не все потеряно. Ну же, это будет весело. Мы сможем еще поиграть в риск. И возможно, даже ты сумеешь выиграть, если мы не закончим школу до этого. Знаешь, это от них не добавляет мне желания присоединяться к вам. Уверен, ты неплохо в остальных играх. Можешь поиграем в игру, с которым ты знаком, чтобы дать тебе небольшую фору. Знаешь, я все-таки сказал, может быть, лишь от того, чтобы вы не расстроились. У-у-у, это жестко, Хитяна. Извините. Загнув на настольные часы... А, на настольные часы, я понимаю, что прошло... Прошло гораздо больше времени, чем я собирался здесь провести. А теперь, простите, я... Ну, я хотел зайти в библиотеку. Она еще... Она есть еще открыта. По часам затоек Сидзона что-то зачастикулирует в сторону Миши. Так сложно предъявить, открыта ли она, когда часы висят рядом. Должна быть. Есть моя библиотека, еще там. Думаю, ты права, Сидзон. Мы пришли к мнению, что она открыта. А на втором этаже мимо не пройдешь. Хочешь, мы тебя туда проведем? Нет, спасибо, до завтра. Пока-пока. Всего один месячный пройдет, и я уже сталкиваюсь с проблемами. Второй этаж. Точно копия третьего. Передо мной очередной широкий прямой коридор. И отыскать здесь библиотеку задача намного более сложная, чем мне оказалось в начале. Помимо... Помимо пронумерованных волосов. Здесь еще множество дверей, без всяких обназначений. Библиотека за одной из них. Или где-то дальше. Остановившись на втором, я решаю пойти наугад. За углом я обнаружил незакрытую дверь. Она приоткрылась совсем чуть-чуть. Ровно на столиках, чтобы было заметно, что тут не заперто. Я полагал, что дверь в школьной библиотеке должна быть гостеприимна. Блядь, извините. Гостеприимна распахнута. Но сейчас меня обнадеживает и этот маленький зазор. По крайней мере внутри должен быть кто-то, у кого я могу спустить дорогу. Пусть мне и неловко. Нервничая, готовясь отпрянуть в любой момент, я срочно толкаю дверь кончиком пальцев. В этой школе я чувствую себя посторонним. Меня постоянно преследует ощущение, что я здесь чужой. Поэтому я должен... Я даже такую простую вещь боюсь сделать неправильно. Скрип дверей напоминает кряхтение человека, пробуждающего долгого сна. Хотя она поддается моему толчку неожиданно легко. Чтобы побыстрее увидеть комнату, я заглядываю внутрь. Но робкое приветствие замеряет мне на устах. О, привет! А кто? Такого я не ожидал. Я рассеянно распахиваю двери Настеж. Все мое внимание покрывает одинокой фигурой в центре комнаты. Я безволновно застываю в дверном проеме, ставившись на удивительную красивую девушку. Оценив ситуацию, девушка аккуратно ставит чашку с чаем на стол и открывает глаза, не глядя однако в мою сторону. А, она же слепая. Это же слепая. Приветствую, могу я чем-нибудь помочь? Она сидит, глядя перед собой. И, кажется, не слово, а лишь движение гоп нарушает локое. И из-за ее неподвижности и звук мягкого, размеренный голос будто бы звучит сам по себе. Она выглядит как иностранка, но все же сильно отличается от тех иностранцев, что бы я встречал раньше. Кроме того, она самая высокая девушка, которую я когда-либо видел. Прошу прощения за вторжение, я тут немного потерялся. Она слегка... Она слегка медленно с ответом. Все ее слова и движения точные и грациозные, словно в танце. Не жаждешь ли присесть? Неожиданно, учитывая то, как я к ней ворвался. Ну, спасибо. Я и спеша занимаю место за столом напротив нее. Между нами стоит чашка с чаем. Она не следит за мной взглядом, что вместе с туманной дымкой в глазах говорит о проблемах со зрением, как у Кензи. Ну, кстати, говорит она без какого-либо акцента. Вероятно, она воплою на японка. Я удивлен ее собранностью и тем спокойствием, что царе есть в комнате. Даже молчание здесь не вызывает ни лобкости. Атмосфера совсем иная, нежели в кабинете школьного совета. Полагаю, ты недавно перевелся в Ямапу. Эээ, да, только вчера. Я чувствую, как мои неуклюжие сова контрастируют с участием ее речи. Ее благородность, сдержанный поклон, усуглубляет это чувство еще больше. Я отвечаю на него, хотя тут же осознаю бессмысленность своего действия. Меня зовут Ирили Сата. Приятно знакомиться. Хисава. Хисава Накай. Она кивает в указу в сторону чашки. Нежели в чаю? Да, конечно. Как бы обидно мне и не было, я не могу полностью соответствовать галантности ее манер. На мою просьбу Лили спокойно кивает. Не говоря ни слова, она встает и заваривает вторую чашку чая и свой свои припасы, разложенные вдоль полок. Раз за разом, наливая Лили, легко касается четким и отточенным движением с левой руки и под левой руки тот чайником, тот чашки. Кажется, будто она выполняла эти действия уже в десятки раз. Я чуть наклонилась и, выглядывая из-за ее спины, вижу, что она проверяет уровень воды в чашке своим временным и зрачным пальчиком. Одно дело видеть людей с различными физическими недостатками на уроках и совсем другое наблюдать, как они адаптируются к быту. Сидзум наименьшим без проблем работают сообща, общаясь со мной. Лили, на мой взгляд, тоже наше решение для проблем, о которых я даже не задумывался. Я чувствую себя слегка виноватым из-за того, что ей приходится все делать со мной. Впрочем, кажется, ей нравится быть радушной хозяйкой. Готови мне напиток. Итак, ее мягкий голос прорывает мое безмолвное наблюдение. Ну да, выступаем. Ну ладно. Что-нибудь заискав, в этом кабинете не так часто заходит после занятия. В школьную библиотеку Сидзуна и Мии, то есть, мои одноклассницы сказали, что она на этом этаже. В кино она заканчивает наливать воду в чашку и, судя по металлическому зону, начинает помешивать в ней ложкой. Я знаю мисс Хакамити, думаю, ее знают почти все ученики, но раз вы сильнее одноклассники, значит, ты тоже в классе 3-3, верно? Именно, кабинет, естественно, наук Мута. Она хихикает и, положив чайную ложку, меда направляется к столу с чашкой и блюдцем в руках. Он такой оригинал, его здесь любят, и тебе он тоже скоро понравится. Мута. Я бы подсорстелевший, отвечаю. Я аккуратно беру чашку и делаю буток. На самом деле, я предпочитаю кофе, но сейчас не в лучшем моменте вспоминать об этом. Тем более, что запах довольно приятный. Не думаю, что будет противно его пить. Спасибо, Сато, очень вкусный чай. Она слабко отмахивается. Пожалуйста, займите любви, не нужно формальности. Она произносит этот чрезвычайно, у глаз воспитанным тоном. Ну да ладно. Думаю, стоит узнать о ней побольше, ведь она так старается меня уйдить. А из какой ты класса? Третий год обучения, да? Именно кабинет 3-2, на том же этаже, что и ваш. Нас учит Мияги, это класс для учеников с проблемой со зрением. Вижу. То есть, прошу прощения. Хочется стукнуть себе по лбу за такую промашку, хотя, судя по выражению лица, это все вовсе ее не задело. Что ты, что ты, не нужно стараться подбирать из-за меня слова. Да, конечно, извини, я здесь новенькие, постоянно это всем показываю. Твоя окружение полностью изменилась, и мне не в чем винить тебя. Не было говорить за всех, но многие смирились со своим состоянием. Думаю, она входит в ее их число. Эта беседа смущает меня, и я пытаюсь сменить тему. Ты здесь часто пьешь чай? Место действительно очень хорошее. Наверное, для нее эта комната, как мой уголок, где я любил перекусывать позади здания в старой школе. Я часто прихожу сюда во время ланча. Мои обязанности староста-класса не оставляют времени, и на кружки, и прочее. Так что мы с подругой используем эту комнату для чайпития. Староста, значит. Она из сезона полной противоположности. Сезона резкая и энергичная, и реле не же спокойная, и расслабленная, почти надменная. Так что, думаю, от нее можно услышать вполне непроизвятое мнение о школьных кружках. А какие кружки тут вообще есть? У нас наиболее популярны кружки легкой атлетики и бейсбола, а также кружок книголюбов, расположенных возле библиотеки. Есть множество мелких, как, например, кружок рисования и музыкальный кружок. Проспектива вступления куда-либо сразу в посте перевода выглядит для меня не слишком привлекательно. Интересно, действует ли здесь то же правило насчет кружков, что и в моей прежней школе. Часто кружки обязательно? Нет, просто желательно. Хорошо, гора с плеч. Кажется, я с ней слишком разоткровенничался. Это я немного позабавил. Мы с этим начинаем, наконец, пить чай. Пока он окончательно не остыл. Ого. Заглянув леви через плечо, я заметил... Ух ты, ёж ты, блядь! Заглянув леви через плечо, я замечаю, что из окна стурица оранжевый закатный свет. Даже здесь все время не стоит на песте. Хуёк, блядь. Да, время будет, и пролетело. Прости? Точно, она слепая, и, конечно же, не может увидеть, что солнце садится. Кажется, солнце клонится к закату. Мне показалось, что это стало для неё неожиданностью, видимо, она тоже потеряла счёт времени. Извини, Хисао, я не хотел тебя так задерживать. Я пытаюсь развить её беспокойство. Да нет, ничего страшного, но претика ведь ещё открыта. Она замолкает и надолго задумывается. Наверное, мне стоило задать этот вопрос с инсульмой, когда был шанс. Впрочем, Ирина Вериколиху может на него ответить. Верно, она открыта до половины седьмого, и побудем. Бегу, взгляд на часы, подверждая, что у меня ещё достаточно времени. В таком случае пойду. Приятно было поболтать и сохраняя всю сирту уже благочестную позу, а она свежую улыбкой кивает мне. Взаимно. Кстати, может быть, не стоит проводить тебя в библиотеку? Нет-нет, ты и так очень много помогла мне. Думаю, я без труда и отыщу. Ну, если только навык ориентирования, на местности меня не подведёт. А, такое нередко случается. Это нисколько меня не затруднит. Я как раз собиралась поговорить с библиотекарем. Могу представить тебя ей. Всё лучше и лучше. От такого предложения могу сложно отказаться. Было бы здорово. Просто не против. Спасибо. Ага. Она стоит и взяв прислонённую к её сумке трость, следует за мной. Её трость гораздо тоньше и длиннее, чем у моего доклассника. Не верно, потому что она использует её, чтобы ориентироваться в пространстве, а не для опоры для приходьбы. Направляясь в библиотеку, мы выходим из комнаты и оказываемся просто в коридоре. Я иду не торопясь, подстраиваясь, а подстраиваясь под её неспешные шаги. Спустя некоторое время мы подходим к двери помещения, расположенного ровно в центре здания, а не в каком-нибудь крыле. Даму вперёд. Она произойдёт, и улыбается, и в ответ на этот жест и заходит внутрь. Слева от входа располагается стол библиотекаря. Книжные полки ровные рядами стоят по правой руке. По сравнению с библиотекой моей прежней школы, это кажется мне просто огромный запах старых книг придаёт этому месту можно сказать дух старины. Читателей в этом часе здесь почти нет, все гуляют или отдыхают в общежитии. Юка, ты здесь? Она задает этот вопрос пустоту, потому что библиотекаря кажется нет на месте, а Лилия конечно не видит, но к моему удивлению ответ всего же следует. Из-под стола библиотекаре раздаётся звук удара, а следоват за них текий стон. Ай-яй-яй! Ага. Голос принадлежит девушке, которая уже выбралась из-под стола и теперь стоит перед нами, не упрёшь, протирая затылок. Привет, Юджин! Чем могу помочь? Она старается, чтобы её голос звучал, как ни в чём не бывало. Добрый день, что произошло? Я слышу какой-то странный звук. Ничего, я всего лишь немного ошиблась. Видишь ли, я уронил на ласте под ствол, а пока я искал упал карандаш, я стал искать его, а потом ты пришла и позвала меня так неожиданно. В порядке? Прошу прощения, я не умер, а что она... Все нормально, я в полном порядке, не переживай за меня. Это ерунда, я со мной попозже бывал. Она... Она спешно перерыв... Она спешно прерывает извинилили, словно отвергает саму возможность, что шишка на голове может ее хоть сколько-нибудь беспокоить. Да, было и похоже. Она нервно перерывает пальцами, а с лицей Лили никак не сходит в тревожное выражение. Затем Юка без видимой причины начинает перекладывать с места на место какие-то бумаги. Юка немного ниже Лилии. На покрытом веснушках на носике небрежно сидят очки. Ее облик идеально соответствует стереотипам о внешнем виде библиотекаря. Ах да, Лилии, ты получил мое сообщение? Сообщение? А, о том, что прибыло новое за рубежной книги, именно, именно, наконец-то их доставили. Невероятно, что так долго, но внезапно прервав свое ликование, она обращает внимание на меня. Отчасти почти уверен, что сменит тему разговора. Ой, простите, я вас не сразу заметил. Вы хотите к нему или вернуть? Извините, извините. Такая резкая смена настроения сбивает меня с толкового. Он пришел со мной, Юка. Это Хисал, мой ученик. Хисал, это Юка, школьная библиотека. Приятно познакомиться. Хисал, верно, Хисал. Я тоже рад познакомиться с Хисалом. Она явно пытается отпечатать мое имя у себя в голове. Юка часто заказывает для меня книги на Брайле. Ты не расскажешь Хисал вкратце о библиотеке? Не видно предложение, или повергает библиотеку в панику. Я, моя Лили, я не могу. Я не знаю, что именно его интересует. Это слишком большая ответственность. Я не пойму, каким образом это может считать ответственностью. Но она выглядит так, будто скорее сгорит на месте, чем покажет мне полки с Касарана Б. Но... А много здесь книг набрали? Я пытаюсь спасти ситуацию, спросив первое, что приходит на футболу. В отчасти это срабатывает. Юка не то, чтобы приходит в себя, но начинает держать чуть-чуть. Бой, расслабленно. Ну, думаю, примерно третьей или четверть библиотеки, Ямаку, либо набрали, либо в аудиоформате. Лизовно, учитывая количество слепых учеников. А как вообще получилось, что библиотека настолько обширная? Ну, мы регулярно получаем новые книги, потому что школа хорошая финансируя. Наверное, так. На книги потратить больше денег, чем на мою заплату, а мне их потом еще приходится по полкам расставлять. Книга ужасно тяжелая, расставлять так их трудом, что я иногда хочу уволиться. За этим откровение следует неловкое молчание. Я, пожалуй, пойду посмотрюсь. Думаю, для всех будет лучше, если это разговор решится сейчас. Очень хорошо, а пока, Илка, я бы хотел забрать те книги, если ты не против. Мои первые впечатления оправдывались, библиотека удивительно большая. Прогуляясь узкими проходами, я изучаю корешки книг. Время от времени вытаскиваю какую-нибудь, чтобы прочитать аннотацию и забрать, если книга покажется интересной. Через несколько минут у меня набирается порядочная стопка. Думаю, проблем с выбором у меня здесь не возникнет. Это место пропитано знакомой мне атмосферой, несмотря на множество книг с крупным шрифтом и набрали. Это настоящая библиотека, такую я привык ее видеть. Кажется, что безмятежность комнаты, в котором мы слили и пили чай, перебралась сюда вместе с нами, или она была здесь всегда. Благодаря этому ощущению, ко мне возвращается прежнее умеетворение. Дойдя до конца прохода, я вижу несколько пар, поставленных для занятий, но любопытство ведет меня дальше, вперед, где я обнаружил уютный колок за стеллажами. В то время, как в остальных частях библиотеки можно изриско встретить читающий или кратко степящий ученика, эта часть кажется безулюдной. не мне мне просто просто найти как-то бульбас трясти меня были так говорить обрядевшись по сторонам не свеча кое-кого знакомы с на одном из пухов о привет цена вас за девочка из моего класса то что ушла среди на урока она читает книгу и очень увлечена судя по тому как она уткнулась не носом полностью закрылась до встречном сегодняшним своим поведением она произвела впечатление скорее хулиганки нежели книжного червя ее таинственное исчезновение из классов породил у меня в голове кучу вопросов интерес медленно но верно берет свое и я сам не замечаю как направляюсь в ее сторону думаю ничего страшно если я приставлюсь она же в конце концов моя допасница пройдя к середину пофу я сажусь и кладу книги рядом девочка с драги неспуганно смотрит на меня из-под челки впервые я вижу ее так близко под длинный устачок и по меньшей мере в 30 лица ее если не половина покрыта серьезными шрамами я бросаю взгляд на шрамы и осознанно пытаюсь видеть их сквозь волосы и случайно встречаюсь с ними глазами то утишись я спешу перевести взгляд на ее книгу впрочем кажется образе что так будет только хуже просто не по диске просто не по диске я в эти парни я смешит он надо из-за нее не хотите опуган напугать ничего страшно по ее припуганном виду не скажет что и не страшно но я решаю не зацикливаться на этом так ты не против есть я тут присяду кажется на перебивать смятение но конец находит себе силы едва заметно кемнуть хорошо я сушусь рядом с ней она робко прячет лицо за книгой жизнь и никогда не слышал такой это опять же извиняюсь что напугал я писал она выглядит выглядеть с книги медленно с ответом я знаю мы же мы в одном в одном классе она говорит запинается так тихо что едва слышно даже безумные библиотеки думаю я ошибся приняв ее за хулиганку ханако я ханако 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 познакомиться я сдерживаю чтобы не ряпнуть поначалу вроде как красивая это действительно единственное что приходит мне в голову я чувствую себя идиотом все тут же наверняка привыкли к тому что у каждого есть особенности а я один напрягаюсь и нервничаю за такой ерунды не ползлика тебе я просто посмотрю книжки есть это не против она чуть кивает вздохнув с обличением я начали изучать обложки и оглавление книг который взял она возвращается к члению но спать неловкое молчание я продолжаю кратко смотреть в ее сторону пытаясь видеть скрытые под россыпью темных волос шрамы через какое-то время я понимаю что она тоже поглядывает на меня и лишь притворяясь погруженным книгу до какой раз но в ее взгляде нет ни намека не на любопытство она мечется свой испуганный кролик когда наши глаза наконец встречается происходит цепь на реакция ядь налево я подумал кто-то при толпнулся хорошенько она резко встает спуфы и глубоко вздыхает я я я я должна темною дела я там надо было конечно читать без движения ханка срывается и бежит к выходу ее 10 заставит в расплак что дает немалую форму прежде чем я отправляется погоню когда добегая до стойки берете к я уже нигде нет не видно и юка беззаботно болтает сторонке понимая что я ни за что не догоню ханка я подхожу к ним и вы не видели и заметьте пробегаешь мимо девочку возможно как она выглядела длинные темно волосы немного стеснится и у нее были ну шрамы на лице уж не аханки ли ты говоришь да именно они я увидел как она читала я хочу поговорить с ним домой я и спугнули что-то против того боже мой не указ твоего позволения мне лучше пойти и найти ее конечно я просто подожжу тут тут из книгами что происходит если не объяснить или все другой раз ладно до встречи и стремительно хватает свой трос и спешит прочь оставив меня наедине с юка думаю я никогда не начну себя здесь вести не учить себя здесь вести я сделал что-то неправильно а что я сделал ничего вопрос смотрел книги а она не запрос хочу убежала самое скрепительное что я мог сделать пару раз посмотреть ее с ее сторону но она очень ловкая девочка тебе надо быть с ней осторожным она может очень сильно нервничать потому что не привыкла общаться с ними но это немного и нормально может быть ну уж такая она и тут ничего не поделаешь наверно зала юка звучат не слишком убедительно возможно тут такое в порядке вещей у каждого тут свои проблемы иначе она сюда не попала бы но как же мне тогда вести себя с этими людьми держаться как ничем не бывало будет лицемерно как будто я пытаюсь не обращать внимание иначе очевидную проблему юка начали ерзать хочет что-то сказать но не решается дам эта проблема только в твоем том случае если ты ее так воспринимаешь реально она не слишком сдержанно не решили колупать и она заливается краской что-то не сказал лупость нет нет обратно это очень мудро наверное ты права дело скорее во мне к этому ничего нечего добавить чтобы запомнить тишину юка начинает перебирать на столе какие-то бумаги я заметил что люди у которых вводятся бумаги на столе любят это дело ты говорил какие-нибудь книги не скоро закрываться то есть библиотека закрывается но закрывать ее должна я надеюсь это не причинить тебе неудобства а ах да я взял несколько книг но оставлю их там потому что короче сейчас принесу я возвращаюсь за столько книг оставленного пуфа где мы столкнулись с ханнаха ух ты так много читаешь честно говоря и сам удивляюсь когда задумываюсь над этим последние несколько месяцев мне было много свободного времени и я просто начал читать чтобы убить время больше ничего не мог ясно больше она не произносит слова молча оформляет выдачу книг видимо это тут и зовется тактика тактом удерживая стоку книг одной рукой и я нащипываю в кармане ключ от двери внезапно раздавший за спиной звук заставляет меня вздрогнуть и я чуть не роняя и книги и ключ который уже почти вставил в замок кто это я поворачиваю голос это кенди похоже он хорош в расположении духа от 200 очков в темноте придает мозаич вид всего лишь я он молчит нервная облизывая голы какой еще я не знаю никаких я снова какой-то новенький его речь вдруг становится быстро и напряжена да но мы уже встречались вчера не думай я бы запомнил того кто видел только вчера когда это было только какой сегодня день и ничего нет сейчас он что так шутит докажи что мы уже встречались ты живешь напротив тебя зовут кензи кензи отскакив назад его запомнился как они на умение откуда ты знаешь моё имя чёрт это может значит только одно из двух либо мы и правда сейчас и я забыл об этом либо ты шпион он где отползал шпион стресса чё блин уменьшится взглядом по сторонам пытаясь заглянуть комнату за моей спиной хотя у нас уже впечатление что он не давали увидеть что-то через свои толстяные очки из дружелю на его настроение мне менее чем за минуту превратилась в маниками и не страшен откуда мне знать где не умеет читать мысли и зашу осуждаешь тыкать пальцем не в лицо в отличие тебя и чего по вчера встречаясь да что с тобой я живу в этой комнате ложь если ты считаешь сможем себя за хисана только потому что у меня проблемы со земли ты глубоко ошибаешься ты даже на него не похож то есть просто очень-очень отдаленная разве что издалека но кого-то пытаешься обмануть не хочет сходить его за плечи и стихнулась и и раздраженно 3 я раздраженно тру глаза и вздыхаю столь на месте хендер начинает аккуратно шаг за шагом приближаться я стою ровно чтобы не спровоцировать его хотя я сомневаюсь что он сможет внутри причинить много вреда а стоп теперь вижу блин это и правда ты держу вздохнув еще раз а затем еще раз на всякий случай отхожу назад каждый счет неважно видишь кажется что-то случилось нечего сына просто со мной приключить дурацкие истории точнее даже несколько не считая этой я не могу наладить на мой контакт с людьми здесь и не могу понять вам не делаю или у них не знаю зачем я все это рассказа гензи ведь с ним у нас тоже вроде и неналаженные отношения это печально чего кстати прости за то что назвал тебя шпионом стрессы прочее лучше перед 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 детям чем не не добьет деть чё перебдеть ничем не добьет деть его мои такая наша жестокая реальность думал кинсы реальностью такие какая-то своя понимаешь так уж устроен мир в нем нет справедливости понимаешь даже проигрывая в ее я бою потому что условия усвоил урок это к чему вообще к чему проехали он резко отмакивается так что стряслось почему такое угремая ты ведь угремый да ничего просто случайно исполнил одну девушку она и в прямом смысле слова убежала от меня думаю я сам именно просто не привык с лишним порядком девушку симпатичную симпатичную сложный вопрос у нее красивые фигуры и поистине роскошные волосы на лицо думаю можно ответить по всякому я уже знаю да думаю симпатично так и знал тут много милашек просто парадоксиальное количество я считаю что это один из темных секретов нашей школы я пытался предупредить но слушали это не слушали ли я не напоминаю подобное предупреждение темных секретов да темных секретов чрезвычайно темных как черная дыра ты заметил что девушек в этой школе пусть не намного но явно больше чем парней примерно 60 и 40 он отворачиваться стремишь взгляд вдаль почему так на первый взгляд все в порядке но это же разница целый 20 процентов можно было бы подумать что школа с такой у кучи женщин мечтали бы мужчины но нет то что я сейчас скажу сорвет тебе башню ты готов я не знаю к чему все это решаю что не слишком много потеряя есть не стану его слушать нет не готов я уже берусь задвинул ручку на кенте продолжает говорить очевидно его самого приз перспектива сноса моей башни волнует мало я считаю что это школа по поле битвы отсюда не начнется феминическое нашествие че хобби феминицкое нашествие че хобби неравенство численность мужчин и женщин верный знак того что а неравенство численность мужчин и женщин верный знак того что они преуспели есть холодной на сайт горячей у них будет чистый перевес это лишь для очередной бой бесконечного не против фемининских сил они повсюду японии женщин больше чем мужчин пока отношения не к 60 и 60 40 но человек это только вопрос времени для швоверенки женщин большинство они набирают мощь исторические нарушения военных сил всегда был верным знаком надвигающейся войны япония это только первый шаг наша экономика очень круто а самая странно хоть небольшая и изолированная все же играет огромную роль тихоокеанской политики идеальная цель они коварны как и подобает женщинам настанет день когда кензи угрожает что молкает а почему им нельзя доверять они обманут тебя а потом убьет также как убили меня тебя ждет даже учить да черт с два и могу сдержать произвожу эту слух и кучу это значит это ты меня спрашиваешь ничего лучше меня в головне в качестве ответов не пришло и что ты не должен был так реагировать на мою речь это чертовски грубо так на чем я стоял ах да филий и реки фемининский заговор стой прекратить я давно уже перед стал понимать о чем ты начинать где-то с фемининского нашествия нашествия сложно воспринимать на слух ничего у меня в комнате есть кое-какие графики и модели любишь модели никаких моделей не любишь модели ладно но против графика ты ничего не имеешь да он говорит или энергично но дожидаясь дожидаясь моих ответов при этом внушительная и грозно режиссер куриле точная античный оратор не хватает ему вот сюда и гарри поттер а нет нет гарри уже так вот гарри поттер какой-то он че-то колоты эти поначал при него запомни нормального парня хочу задуматься чувак о том какого это быть последний здравосмыслящий в безумном мире кензик улице выглядит глубоко расстроенным ты про себя да невозможно ибо я тот последний здравосмыслящий в безумном мире это моя мечта а ты не можешь так просто украсть у человека мечту какого черта ну может быть двух последних здравосмыслящих тогда бы нельзя было бы сказать последний это как раз самое важно нужно остаться только один как том иностранном фильме где должен быть остаться лишь один и один человек и остался потому что в этом была вся и суть си никогда раньше не дали чтобы человек так сама самозадвенно таким жаром оставил оставался какой-то пустяк ну ладно если ты подождешь я вынесу графики графики еще у меня есть список других темных и запутанных заговоров в котором стоит это школы сложно их как сразу закончен метафор друг друга все я пошел спать время уже очень позднее тут они тут не похож на метафору ну и ладно ты мне нравится уже ты косно чего чувствовать людей ничего не понимаю которые пытаются открыть им глаза это и широкомасштабные феминистской заговора я отказываются принять истину и это ужасно до свечи тимининская наша свеча мининская нашествие плети хотим взять швабры по башке ему толпануть бле он хлопает меня по спине и на прощание исчезает за дверью так быстро и тихо будто прошел сквозь нее как призрак я не пытаюсь переварить все что мне на говорил сейчас кензи а просто прохожу свою комнату скидываю башмаки и падаю на кровати вниз лицом проходит немало времени прежде чем я прихожу себя и принимаюсь за домашнее задание это из-за простыней в их приятном прохладе хочется просто валяться с открытыми глазами эта школа кажется мне резервация абсурда закрытая на вершине горы где обитать один из причудряю другого и мне тут совсем не место какая ирония мне удается вписать компания стоящей из людей которые никуда не вписываются может быть я слишком полно стараюсь я говорю это слух но легче от этого не остановится слова лишь отражается эхо от голых стен впрочем все могло быть и хуже по крайней мере это место больше похоже на школу чем на больнице самоскоповано под школу как я думал вначале да и пейзаж красив я приоткрываю один глаз чтобы взглянуть на сколянки с лекарствами лежащие на письменном столе бок о бок с учебниками может быть это место даже слишком похоже на обычную школу у меня в классе как он быстрый этим утром я чувствую себя сильно утомленным возможно из-за того что вчерашней было стоило утомительным кроме того если у меня проснулся раньше времени я бы не поспешно здоровая си дзунной миши и принимаясь решать задания с доски кажется например мне сегодня придется потеть но я не возражаю си дзунной миши могут начать требовать от меня ответа по поводу вступление в школьный совет хоть и прошел всего день снег весь санец останется а ответить я пока не смогу поэтому нынешняя ситуация вполне меня устраивает минут через десять после начала урока заходит к нам к и молча занимает свое место никто не смотрит нет даже учитель не обращая внимание на нее опоздание он объявляет что мы снова делимся на группы повернувшись и вижу что сезонная миша смотрят на меня сезона мило но в то же время угрожаешь и улыбается мне как бы говоря вот ты и попался тебе не уйдешь китян выходит мы снова вместе ура и заебала миша поваришься ко мне а сезона тем временем передвигать свою парту поближе моей действительно сбежать теперь можно лишь прыгнув в окно увы это не примерный мой вариант что-то не так ведь он а хитян ты же решил по поводу вчерашнего ты ведь обещал подумать о вступлении в школьный совет все порядки тян вчера мы с хитян решили чтобы было бы невежливо требовать от тебя ответы так скоро верно 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 я бля ты уже жужжу с его носа очень рад что вы можете посмеяться над моим положением еще больше тому что вам известно насколько насторонными вы можете быть но переключивший серьезный режим сезона демонстративно охлопает по учебнику тыльной стороной ладони я пробегаю глазами по заданию нам присоединить в основном чтение собственных задачек там всего две меня так и подмывает высказать что-нибудь относительно того насколько язычна ее спешка учитывая объем работы правда в сезоне видимо известно насколько он мал но ее это попросту не волнует похоже ее волнует не столько количество сколько самого наличия работы ко всему она приступает с одинаковым решением а ты к сочинения на так я натыкиваюсь взглядом на ханка она решает задача судя по всему в одиночку не попоминаю чтобы она хоть и раз работа с кем-нибудь неудивительно учитываем сколько она застенчива и а вон та девушка а кто хитян он-то ханка она всегда работа одна думаю да хитян тебе ее из-за этого жалко я просто подумала не могла бы она поработать с нами например нет не думаю что это хорошая идея хитян почему же системе не поладит почему ниша ходит от ответа странно усмехнувшись наверное но все же с той же обычно линии скачущей на там интонации пока чину хитян в этом момент сезон отрекается наш разговор не только сейчас замечаю что все это время миша беспрестанно же скурировал что сидят друг моего врага мой враг звучит слишком резко и я не буду это говорить кто это уже сказал знаю хитян это нечего что ты подслушал видимо как миша обеспечить справедливость в общении ведь без нее я бы ни за что не понял что хочет сказать сезона и наоборот выходит еще одна причина по которой миша постоянно жестикулирует она хочет чтобы сезон была в курсе всех разговоров идущих вокруг нее как будто небо пора решать задачки тебя не жалко и вот отвечаем мы заканчиваем время я решаю спросить если по приблизости местечко сми и поаппетитнее чем наши столовые на что сидит на миша принимать будет о том какой из местных ресторанов лучше все находятся в городе и мы вряд ли успеем сходить туда до начала следующего и потом нам наверняка дорога я не спорят ради удовольствия они не настолько увлечены что не замечает начала большой перемены я смотрю в конец класса через плечо похоже на нас пересматривать свои конспекты с прошлого урока странно зрелища на фоне того как остальные заняты перерывом на ланч болтаясь прийти чуть-чуть сдвигает барты телу кое еда по собой общается с остальными иногда прерывается чтобы отправить в рот очередную порцию поверье наблюдения за ханка начинает казаться что я единственный кто ее замечает как будто она невидима для остальных как будто прячется у всех на виду от нее издевается или она отгородилась за всех по собственным желанием я замечаю как она смотрит через плечо на задние двери класса и она не перелистывает страницы с тех пор как я начал за ней наблюдать думаю она ждет кого-то что же делать опять же она Субтитры сделал DimaTorzok 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 А потому что ей трудно найти класс? Нет, не совсем ДимаTorzok 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 Пластик ДимаTorzok 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 В основном всё не так уж и плохо. Это очень плохо выглядел после столкновения. Точно в порядке? На какой-то момент меня охватывает желание сказать им о своей болезни, но я издерживаюсь. Почему-то мне неловко говорить об этом малознакомым людям. Пусть они и настолько дружелюбны. Ерунда, просто пеша от неожиданности. Судя по выражению их лиц, они не верят мне. Но всё равно они настаивают, должно быть, из уважения моей личностной жизни. Полагаю, это одно из местных негласных правил. Не спрашивай, даже если проблема очевидна, как у Ханка. Всё равно есть рамки и история её возникновения находятся за ними. У каждого есть что-то, о чём ему неудобно говорить. И думаю, все здесь это понимают. Так, вы давно здесь учитесь? Похоже, вы тут неплохо ориентируетесь. Ну, я здесь сначала в старшую школу, но переехала в общежитие только год назад. Ханка тоже перевелась в начале старшей школы. И Саша переехал в общежитие, если мне не изменяет память. Верно, с старшей школы. Сюда... тогда вы же познакомились. Именно, Ханка живёт в своей комнате, так что это вполне естественно, правда. Вот правда. Да, конечно. Соседство с кем-то, возможно, является уже достаточной причиной, чтобы подружиться. Хотя, думаю, что слепота Релик тоже сыграла в эту роль. Не могу себе представить, чтобы Ханка легко подружила с кем-то, кому пришлось бы нарочно отводить гляд от её шрамов. Меседа сикает, и мы принимаемся за ланч. Проходит немного времени, и звон колокола звучат на окончании перерыва. Девушка бирает свои ланчи так же быстро, так как и доставали их. И я следую их, к примеру. Но мне пора идти. Ты пойдёшь и скисала Ханка? Ханка смотрит на меня и несколько мгновений. Ясно видно, что она подумает пропустить враг. Возможно, просто чтобы не входить в класс вместе со мной. Да-да. Даже не знаю, что и думать. Ханка действительно очень легко задеть, и если неправильно взглянуть на неё. От этого я тоже начинаю немного нервничать. Но стараюсь отогнать это чувство, пытаясь вести себя как можно более естественно. Нифига себе ты более естественно. Ты смотришь на неё как на врага, как будто, не знаю. Вы просто посмотрите его взгляд просто, как на врага смотришь. Тогда нам надо поторопиться. Судя по звонку, урок уже начался. Наклоняясь застройством, Лили кибает нам на прощание, и мы с Ханка выходим первым. Мы быстро идём пустым коридором к нашим классам. Когда мы достигаем двери класса 3.2, в котором учится Лили, та поворачивается ко мне. И сам спасибо за то, что разъединился на сегодня трапезу. И тебе спасибо, Лили. Мы остаемся едины. На этом наш путь расходится. Лили заходит в свой класс, оставив нас с Ханка, которая всё ещё выглядит так, будто хочет сбежать. Ну что, ты уверена, что хочешь пойти на урок? Тогда, тогда ладно. Мне хочется сказать ей что-нибудь ещё, но сложно придумать что-то уместное. Да, к тому и безопасное. И Лили была права. Чем дольше мы будем мешкать, тем больше потом придётся объяснять. Я открываю заднюю дверь по классу и вхожу. Учитель смотрит на меня и открывает рот, чтобы от что-то сказать. Но когда за мной входит Ханка, он просто кивает нам и продолжает урок. Вот уже третий раз опоздание Ханка гнагирует. Определенно, этому должно быть какое-то объяснение. Мы идём к своим местам, и я замечаю, что меньше сезона тоже отсутствует. Интересно, это какое-то неофициальное соглашение с персоналом или... Прерогатива для особых учеников этой школы. Стараясь не шуметь, я заставлюсь в сумке и не нужный учебник, и начинаю нагонять остальных. Урок походит спокойно. Вопреки моим первым впечатлениям, Мото оказался неплохим учителем. Ему удаётся интересно подать материал. Однако методика переводования у него всё же странная. Кабота, он считает, что все мы гения от рождения. Да! В последний злоком я понимаю, что до конца дня мне абсолютно нечего заняться. Странно, в больнице у меня целые дни были свободны, но в этой школе задача заполнить значительно меньшего количества времени кажется более трудной. Все остальные ученики покидают класс, оставляя меня наедине с учителем. Мото проверяет стилистские задания, над которыми мы сегодня работали, и делает у них поминки красной ручкой. На секунду, торвав взгляд от бумаг, он замечает меня и может лопать. Ты же тут хотел, Накай? Я за ракет неожиданного обращения ко мне. Но, наверное, это естественно, что у нас завязалась беседа, ведь больше чем класса никого нет. Эм, ничего, я думал, чем бы заняться после школы. Учитель закрывает ручку колпачком и ровняет стопку бумаг дважды, с чем по ней по слову. В этот момент своей предантичности он напоминает мне Синдзуна. Впрочем, его не торопилось, и Роза Саблина сразу же стирает это впечатление. И что надо думать? Я хочу вступить в кружок, но пока я не решу в кафе. Поход на собрание разных кружков может что-то и понравится. Пожалуй. Но я не знаю, что это и спрашиваю об этом. От пристального взгляда Мотта желание говорить о своем и вовсе пропадает. Но рано или поздно мне все равно придется коснуться этой темы. Я не знаю, как вести себя с людьми, то есть со своими учениками в этой школе. Я с ними общаюсь и все такое, так что не подумайте, что я от них закрываюсь. Просто не могу сделать то, как у меня относится к их инновидностям. Зачем не обращаться на это внимания, было бы невеже, а игнорировать как-то странно. В оплое слухи получится, что я веду себя неправильно. Очень сильно чешет щеку. Не стоит делать из-за этого проблемы, вот и все. Она существует лишь у тебя в голове. Ведь ты можешь нормально говорить с человеком, независимо от того, слеп он или нет. Прекрати постоянно думать об инвалидности с семья седника. Все здешние ученики – обычные дети. Чтобы тебе не казалось не на первый взгляд. Вчера Юка говорила мне то же самое. Конечно, они правы, но и не думать об этом слишком тяжело. Как можно генерировать, например, ухотнуть Ситзуна, если общаться с ним невозможно только через Мишу? Или Ханка как посмотреть ей в лицо, не обратив внимания на шрамы. Но... Тфу, блядь ты ж ты! Мне приобретают Гокарт и спухнули распахнули шлей. Очидей! Миша! Бум! Блин, по голове тебе. Миша ломается в кабинет, скинув руку в бойком приветствия. Ее оглушительный возглас мог бы поднять мертвых из могилы. Она манширует к учительскому золу, размахивая руками в такт шага. Мота, оторопевшись от громоздочного Мишаного восторжения, откидывается на стол и спинку стула. Микадо! Миша замирает, глядясь по сторонам. Она явно не понимает, чем вызван из его среди тетон. Да? Я уже неоднократно просил тебя убавить громкость. Да! А ты тебе не менее громкогласна, нежели приветствия. Мота сдается и встал потерять глаза. Ну, так что ты хотел? Мне, нам нужна помощь. У нас кончились материалы от фестивальных сетендов. Это беда. Она размахивает розовую плоскую бумагу. Ну так, принесите еще из кабинета рисования. В чем проблема? Фанера. Вся проблема в фанере. В прошлый раз, когда нам понадобилось больше, ее запасы там уже подходили к концу. И мы просто взяли все, оставшись, и нам вроде бы хватило. А теперь ее в том совсем не осталось. Вы случайно не знаете, где ее есть еще? Нет, случайно не знаю. Титяна, это... То есть президент сказал, что учитель сможет помочь. Она ошиблась. Миша не замечает, что Мота крайне задаческий вид. Будто он может соответствовать своим существом. Пока идет разгон, но на Мота больно смотрится слонный монстр и редчеев. При этом включив на полную громкость пуп музыку. Увы, я не в курсе, есть ли в школе фанера вообще. И я понятия не имею, где она может лежать. Ох, ох, оооо. Что же мне делать? Попробую разыскать господина на... Ну, на Мию. Он должен знать. Он, правда, скорее умрет, чем расстанется с ней. Но это уже отдельный вопрос. А, но я спешу, мы слишком заняты. А она хватает за гола и в отчаянии мечется взглядом с стороны в сторону. Она даже не замечает, что я вспомнила записку в себя в руках. У меня даже нет времени искать все это. Мы выбираемся с графика. У нас и так полная работа. Мота пристал смотрит на нее и вдруг улыбается. Лучше бы он этого не делал. Улыбка ему совершенно не конец. Я не сдамся, я выпрямлю с окна. Может, вам найти во временном помощнике? Он переводил на меня срочно взгляд. Как бы говорят... Ну же, ступай, зайди, друзей. Нет, 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 я, если скажете, я выпрямлю. Я просто спрямлю. Думаю, я мог бы вам помочь. Правда? Спасибо, Хитян, ты такой милый. Че? Она только задача замирает в грязи, так будто только что заметил мое присутствие. И даже один она скрикивает указан на меня пальцем. А что Хитян делает здесь в такое время? Вечерок кончится, пора гулять и веселиться. У нас был небольшой разговор. Так, а не это. Тебя знаю после урока, у тебя неприятности, Хитян. Нет, у меня все в порядке. Мочите, у Хитян неприятности? Ничего подобного. Ты издеваешься, Миша, что ли? Сразу вдруг человек спрашивает. Монт от чужого вздыхает. Я понимаю, что сейчас самое время избавить его от от Минозыева Миши. Итак, что вам нужно? У вас список есть в кабинете ресторана, нет фанеля. Я попробую поискать где-нибудь еще. Я не уверен, беру протянутую... Я не уверен, беру протянутую записку. Я помогу вам. Но это не значит, что я готов вступить в совет. Ясно? Ясно. Все равно спасибо, Хитян. Только побыстрее, мы строим киоски прямо сейчас. Надо спешить, спешить, спешить. Она вылетает из-за двери, и мы с учетом смотрим друг на друга в молчаливом согласии. Радуйся, Натхай. Теперь тебе есть чем заняться. Пожалуйста, не так самодовольно. Ну, на этом мы, короче говоря, остановимся. Потому что, почему, а потому что мне уже... Я сейчас сдохну. Блин, ну мне, что такая... Не знаю. Чего не знаю, как сказать? Сейчас проживает у нас? У тебя проблемы? Нет. Потом. Ух, ух, и стала проблемы? Нет. Почему? Один чего сказал у нее, другой спрашивает учителя тоже надо. Блин, что за тиберизм? Мне, посмотрев на Ханка, вот этот арт, мне стало как-то... Бурзановато. Не знаю, почему, но очень грустно было смотреть на нее. Ладно. На этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачного отдыха. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok